А что касается наступления россиян, то здесь есть хорошие новости. В частности, сегодня спикер Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления, полковник Алексей Дмитрошковский, заявил, что российские войска продолжают штурмовать угледарское направление, но несут там огромные потери, в том числе и в бронетехнике. И вот уже официально, только за прошедшую неделю силы обороны Украины ликвидировали 130 единиц вражеской техники, среди них 36 танков. Это батальон. 36 танков. Кроме того, уже опять-таки известно официально, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Эрефии уничтожена практически полностью. Ее остатки подняли бунт, понимая, ну что происходит. И по словам Дмитра Шковского, под угледаром враг сейчас применяет так называемую тактику Жукова. Это наступление волнами, живыми волнами, когда при поддержке бронетехники выдвигается взвод до 30 человек, который идет в лобовую по открытой местности, ну и соответственно все эти 30 человек гибнут. А вот, но они этой массой пытаются вот задавить. Но, как видим, против наших сил обороны эта тактика, ну как вот не срабатывает. Вот они поперли этой волной. В итоге 130 единиц техники уничтожено и сотни-сотни оккупантов там остались. Но кроме отражения атак противника, ВСУ, конечно же, готовится и к собственному контрнаступлению. И вот сегодня британская разведка сообщает, что российские военные ломают голову по поводу того, а где же будет основной удар ВСУ. Поэтому укрепляют сразу два направления фронта. Это Запорожская и Луганская. Ну и как отмечается в сводке, изображение из открытых источников указывает на то, что Россия дополнительно усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины. И особенно вблизи села Тарасовка и между городами Васильевка и Орехово Запорожской области. Дальше приведут стату британской разведки. Несмотря на нынешний оперативный фокус на центральном Донбассе, Россия по-прежнему озабочена обороной конечностей, скажем так, своей расширенной линии фронта. Об этом свидетельствует продолжение строительства оборонных укреплений в Запорожской и Луганской областях и перебрасывание туда личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1288 километров, а линия фронта в оккупированном России в Запорожском регионе 192 километра. Большой украинский прорыв в Запорожье серьезно подверг бы сомнению жизнеспособности российского сухопотного моста. «Успех Украины в Луганске еще больше подорвет объявленную военную цель России по так называемому освобождению Донбасса». Решение о противодействии, какой из этих угроз предпочесть, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков. То есть здесь, знаете, на самом деле, расисты снова оказались в ситуации, которая возникла у них уже в августе 2022 года, когда, как вы помните, оккупанты готовились активно отражать наступление ВСУ на Херсонщине, а получили мощных люлей на Харьковщине. Поэтому, я уверен, тут Генштаб ВСУ учтет все нюансы нынешней ситуации на фронте и точно решит, а какое из направлений может быть самым успешным.